Музыка Греция Сегодня будет блюдо Вы не запомните все равно как оно называется Да и не надо Главное ведь чтобы было вкусно Вы поняли идею Называется оно Судзу как я В общем делай как я Вот это называется так блюдо греческой кухни Это такие овальные котлетки Из смеси двух фаршей Из бараньего и стелячего Вкусные котлетки, забавные котлетки С хорошим соусом Ну и с каким-то гарниром Мы наверное картофельное пюре сделаем Потому что картофельное пюре это абсолютно Такой знаете ли гарнир универсальный Который подходит ко всем кухням Может быть если будет время Я его сделаю в греческом стиле У меня ведь не ели картофельное пюре в греческом стиле Ну потому что у вас нет мирового повара Который вокруг вас ходит И готовит вам вкусную еду А я вот вокруг вас хожу и делаю вам вкусную еду Потому что мне это нравится Я пошел за продуктами Я пошел за овощами Потому что мне надо сейчас взять Кое-какие овощи Для приготовления этого блюда Я сейчас возьму картошку Это я пюре сделаю Ну гарнир нужен Я возьму картошку Я возьму лук Я возьму чеснок Я возьму два хороших помидора Вот так Это моя добыча Это моя греческая добыча Хотя здесь ничего особенного нет Совершенно обычные продукты Картошка мытая Я сейчас ее просто положу в миску Я, собственно говоря, начну с картошки Потому что мне нужно ее сварить Чтобы получить картофельное пюре Значит, я сейчас возьму сотейник Чтобы сварить картофельное пюре Пока больше ничего брать не буду Вот сотейник Я сразу в него налью воду Пусть вода закипает Я вам скажу, что в Греции умеют чистить картошку Я думаю, что у нас тоже умеют чистить картошку Это дело нехитрое Здесь главное не останавливаться И пытаться, конечно, все-таки с картошки меньше срезать Чтобы было больше картошки Ну вот, это дело нехитрое Хотя я вам покажу, наверное, одну деталь Как развеселить картофельное пюре Сделать его не совсем обычным И оно будет действительно в таком, знаете ли Наверное, греческом стиле Из-за одного продукта Но пока я молчу Я не буду рассуждать об этом Вы все увидите Главное вам смотреть на меня Потому что, ну, никто вам больше так не расскажет Про мировую кухню, как я Ну, вот так сложилось Все, картошка есть Теперь я уже займусь более таким, так сказать, производительным трудом Видите, я картошку разрежу, чтобы картошка была примерно одинакового размера Тогда она одновременно сварится Все, картошка помыта Я ее сейчас укладываю в воду Солить пока не буду Пусть закипит Теперь нужна еще одна вода Потому что Я должен взять хлеб Смотрите Черный хлеб Ну, в Греции темный хлеб есть Вот в эти котлетки принято класть не белый хлеб, который я сейчас буду делать А темный Судзу, как я Котлетки называются Судзу, как я Либо Делай, как я Я сейчас срежу с хлеба корки И замочу его Потому что во всякие котлетки кладется хлеб Замоченный Могу хлеб вот так нарвать Руками И пусть он пока мокнет А пока он мокнет Я буду заниматься фаршем Корочки выбрасывать не буду Но это не принято в нашей стране выбрасывать хлеб Я из него сделаю сухарики Ну что ж, теперь Сейчас я хлеб вот так вот Более равномерно намочу Чтобы он промок И уже размокал Потихонечку Теперь почищу лук Мне лук нужен И для самих котлеток И для того соуса, который будет их сопровождать То есть сегодня у нас будет такое хорошее Полноценное основное блюдо Потому что будут котлетки Будет соус И будет картофельное пюре В качестве гарнира Вот так лучок Вот так И между прочим чеснок тоже будет И там, и там И в фарше, и в соусе Поэтому сейчас подготовлю чеснок тоже И я уже займусь, наконец Фаршем Фаршем для котлета Который называется красивым словом Судзу, как я Есть Помидоры пока лежат в стороне Мясо Вот тут сейчас уже, видите, начинает Булькать картошка Я чуть уменьшаю Нагрев и посолю Потому что уже можно солить Вот оно мясо, посмотрите Вот баранина Это кусок окорока Вот телятина Я возьму телятину Ну, может быть, любое соотношение Я возьму, наверное, примерно Может быть, один к одному Это телятина Это баранина Будут хорошие Котлетки Мясо мытое Значит, фарш Вот у меня лук Я уже говорил чеснок Поэтому вот будет В фарше чеснок Вот будет лук Все это будет отправлено в мясорубку Поэтому я прямо лук могу, видите В жерло мясорубки положить И вот мясо Мясорубка включается И поехали Вот сейчас, видите, я Оставляю часть лука В конце Потому что мне рационально И выгодно Лук запустить в конце Чтобы он мне протолкнул мясо Потому что лук дешевле, чем мясо И мне важно, чтобы Пусть там немножко лука останется Но не мясо А лук я протолкну хлебом Потому что у меня еще хлеб надо положить в этот фарш Я его сейчас немножко буду отжимать И пошел хлеб Вот так Два вида мяса Черный хлеб Лук Чеснок Соль Соль Посолю Черный перец Ну, черный перец Всегда хорош в фарше Но здесь Будет одна деталь Которая мне очень нравится Здесь будет добавлен тмин Не кумин, а тмин То есть Такая специя В виде таких маленьких зернышек Которые добавляют в хлеб часто Тмин Это особенность котлеток Судзу, как я И можно дать фарше немножко воды Вот так Ну, теперь можно фарш перемешать И нам немножко постоит Позреет Фаршу хорошо всегда дать немного постоять Недолго Ну, полчаса может быть Потому что сырой лук Не позволяет нам долго хранить фарш Вот так Вот такие будут котлетки Сейчас я вот так хорошенько Фарш перемешаю Вот уже фарш Собственно говоря Готов Все, пусть немножко отдохнет фарш От моих рук Для греческих котлеток Судзу, как я В фарш добавляется именно черный А не белый хлеб Я сейчас возьму сковородку В которой я буду готовить соус для этих котлеток И возьму сразу сковородку для самих котлеток Вот эти две сковородки Решат мне все мои задачи Включаю конфорки Здесь так Посильнее Вот так Значит, я наливаю оливковое масло Ну, оливковое масло, потому что Греческая кухня Все-таки там хорошее оливковое масло Вот я сейчас работаю с луком и чесноком Вот у меня лук Я его сейчас нарежу небольшими фрагментами Не надо стараться его как-то по-особенному нарезать Он может быть нарезан очень просто и не одинаково Здесь есть такой крестьянский, знаете ли, колорит Вот лук И я сейчас, соответственно, нарублю достаточно грубо чеснок Все отправляю в сковородку Ждать не надо, пока нагреется масло Можно этого не ждать Это совершенно не обязательно Вот так Пусть жарится Теперь помидоры, если помните Точно так же я их нарежу Крупно и грубо Ну, наверное, мне хватит здесь, кстати говоря, одного помидора Я много не готовлю сегодня Вот я слышу, что лук начинает уже шкворчать Лук шкворчит Вот Сейчас он немножко погреется Без обжаривания Мне корочка здесь не нужна Надо просто, чтобы мне хорошо запахло луком И вот когда лук слегка обжарился Смотрите, я бросаю сюда палочку корицы Я сломаю ее пополам, чтобы было удобнее Палочка корицы Немножко гвоздичен Буквально несколько штук Вот будет такой возникать здесь греческий вкус Вот корица Очень характерная вещь для греческих соусов Часто, где есть мясо Или мясо прямо тушится в виде фарша в соусе Либо соус отдельно к мясу Частенько добавляется корица Вот такой вот греческий колорит существует Корица в соусе Очень греческий штрих к любому блюду из мяса Надо, чтобы корица обязательно погрелась с маслом немножко и с луком Тогда она лучше будет отдавать ароматы свои Вот когда это погрелось немножко И гвоздика тоже, кстати Вот теперь можно сюда уже давать помидор Бац Бац И теперь Вся эта история Будет томиться Не сильно Дам сюда немного соли Сахару Для вкуса И все Эта штука томится Все, теперь я могу Теперь я могу эту сковородку сдвинуть сюда Большую сковородку Нагревать потихонечку для котлеток Поэтому мне приходится, видишь, сделать тут такие Время от времени рокировки Чтобы Рационально использовать конфорки Значит, вот Сковородка Ну что ж, фарш Я опять должен, друзья Я должен опять надеть перчатки Потому что фарша удобно работать с перчатками Значит Что мне взять Я сейчас возьму вот такую Большую тарелку подсобную Надену перчатки Разделю фарш на одинаковые комочки Есть своя методика Вот я беру фарш И начну Вот такими вот движениями Делить фарш На Одинаковые комочки Я делаю, наверное, штучек 7-8 Вот так Видите, как делится мясо Смотрите Я правой рукой работаю Я сгибаю пальцы И запоминаю Так сказать Запоминаю Вот закрываю глаза И запоминаю Как у меня согнуты пальцы Примерно И Я каждый раз Буду Сгибать так пальцы И Тогда у меня каждый раз В ладошку будет помещаться Какое-то одинаковое количество Фарша А поскольку Вот у меня осталось Ну, это будет детская порция Маленькая детская порция Значит, я лью оливковое масло На сковородку Мне нужна мука Мне нужна мука Для панировки Ну, котлетки всегда Неплохо в чем-то панировать Поэтому я сейчас возьму Немного муки Вот так Достаточно будет Масло нагрето Я сейчас поставлю Все это ближе к сковородке Так будет рациональней Масло нагрето Вот они мои Котлетки Я сейчас так раз Кусочек фарша А потом в руках Придаю вот такую форму Овальную С заостренными краями И чуть-чуть приплюсну Вот такие Ну, эти котлетки Напоминают кебабы То есть вот такая форма Котлеток Она напоминает кебаб То есть тот, который Одевают на шампур Греция очень любит Готовить на шампурах На решетке Поэтому Стилистика этих котлеток Вот такая Вот такие вот Продолговатые Дирижабельки Вот я их сейчас Вот так вот Жарю Это просто Здесь все можно Делать руками Не надо там Доски на доске Ножами как-то работать Вот такие вот котлетки Готовим греческие котлетки Для гарнира Очищаем картофель И отвариваем его С черного хлеба Срезаем корочки И замачиваем его в воде Лук и чеснок Очищаем Измельчаем В мясорубке Баранину Телятину Лук, чеснок И черный хлеб Солим Добавляем черный перец И тмин Фарш для котлеток Готов Для соуса Нарезаем лук и чеснок И слегка обжариваем На оливковом масле Когда лук обжарится Добавляем палочку Корицы И немного гвоздики Следом кладем Нарезанные помидоры Соль Немного сахара Из фарша Формуем котлетки Панируем их в муке И обжариваем На оливковом масле Вот как они Красивенько Жарятся Шикарно Значит здесь В соус Для увеличения Томатной составляющей Я дам немного томата еще Помимо помидоров Вот томат Чтобы цвет был получше Сейчас я его немножко Погрею Этот томат Корицей Корицей пахнет сейчас Потому что здесь Добавлена корица Немного белого вина Хорошо белое вино В Греции часто льют вино В еду Потому что его там много Там виноград хорошо растет Между прочим Белое винцо Раз Вот теперь У меня уже будет получаться Подобие соуса Но я сейчас Немножко воды туда Добавлю все равно Немного воды Вот у меня получается Сейчас хороший Такой густой соус Вот он Красный Сейчас он покипит А вот мои котлетки Вот они хорошо Уже обжарены Но они еще сырые внутри Они только обжарены Поэтому там Где есть соус Всегда уместно В соусе Немного все потушить Вы смотрите Что я сейчас сделаю Котлетки обжарены В сковородке Все вкусно Маслица вкусная Я сейчас беру Вот так раз Да Все просто Вот теперь котлетки мои Хорошенько тушатся Они быстро будут готовы Ну минут 10 надо Они будут готовы Я сейчас возьму еще На овощной грядке Лимон Мне обязательно нужен лимон Для такой версии Греческого пюре Значит я беру лимон Лимон А для еще изготовления пюре Я возьму маленький сотейник еще Маленький сотейничек Мне нужен совсем маленький сотейничек Вот такой В этом сотейничке Я сейчас Растоплю немного сливочного масла Есть Маслица есть Я теперь пока маслица у меня будет плавиться Нашинкую петрушку Петрушка уже мытая Я сейчас ее просто нарублю И прокатываю лимон Мне нужен лимон Масло растопилось Вот смотрите Масло Растоплено И оно Сейчас начнет чуточку подгорать Вот я должен этот момент поймать Когда масло начнет чуть-чуть подгорать Вот я вижу, что пошло Теперь бросаю сюда Петрушку Значит будет жариться в этом масле И теперь Я выливаю сюда лимонный сок Вот так Во-первых Ребята Такой соус очень хорош к рыбе Это соус Сливочное масло Жареная петрушка Лимонный сок Это уже соус Это хорошая штука для рыбы прежде всего Шикарный соус для рыбы Это я вам для общего развития говорю Потому что я мировой повар Я умею смотреть на мир С высока И уводить вас в сторону Потому что хочется вам отдать что-то Из своих последних знаний Вот это шикарный соус для рыбы Мы сейчас не готовим рыбу Но я сегодня этим соусом заправлю картофельное пюре Без молока Без ничего Это будет такой Тач Ну в Греции любят лимоны Поэтому лимонный сок здесь И петрушку между прочим любят Это будет такой тач Греческий тач Картофельного пюре Главная моя тема сегодня Эти котлетки конечно Это гарнир Но почему вам не изучить Какой-нибудь нормальный Вкусный гарнир Который немного Разнообразит Ваши картофельные гарниры Тем более Что такой классный парень Вам об этом Рассказал Готовим греческие котлетки В сковородку с луком и помидорами Добавляем немного томатной пасты И белого вина Соединяем соус И обжаренные котлетки И отправляем тушиться Для гарнира В греческом стиле Растапливаем в сотейнике Сливочное масло Измельчаем свежую петрушку Когда масло растопится И немного покипит Бросаем туда петрушку И поливаем лимонным соком Получается ароматная И очень греческая заправка Для картофельного пюре Вот картошечка сварилась Теперь я беру Картофельный пресс Сейчас я ее Эту картошечку Немножко прессану Для начала Вот так Но я оставлю Немножко таких грубоватых частиц Не буду идеально измельчать картошку А чтобы это было такое грубое крестьянское пюре Ну я старый крестьянин Посмотрите на меня Все понятно Вот так вот я сейчас перемешаю Я оставлю пюре таким вот грубым Сейчас я ложкой его Подработаю Вот это вкусняшное С петрушечным ароматом Чуть с кислинкой Но это не страшно для картошки Вот такое пюре Оно хорошенькое такое Вот я сейчас его Ну Выложу Просто выложу на тарелку Так вот Кандова Как дома Это будет пюре Сейчас я немножко Все-таки дам ему Вот такую волну Знаете для чего Такую волну делать Чтобы маслица Туда В эти вот Легло В рельефные В эти штуки Я поэтому сейчас Видите Дам маслице сюда Оно растает И попадет в эти пазухи И будет красиво Сейчас маслица Вот так вот себя поведет Пусть она пока плавится Ну а я Тем временем Свои котлеточки Здесь расположу Один котлетка Второй котлетка И теперь соус Так вот Половником Надо только предупреждать Тех кто будет Это есть Что Гвоздичинка Может попасться Корицу я сюда не положу Потому что я вижу Она большая А вот гвоздичинки Могут попасть Если гвоздичинку Раскусить Ну будет так Это во рту Сильно Поэтому надо предупредить Чтобы гвоздичинки Едоки Почувствов Во рту убирали Вот так Ну и можно петрушки Конечно Зеленой петрушкой Посыпать по красному Соусом Потому что так будет Красиво Вот оно такое Видите Абсолютно Кандовое Такое домашнее Крестьянское блюдо Котлетки Судзу как я Для тех кто Только что включился Я скажу что мы Сегодня Занимались греческой кухней В ней Занимался то я Вы просто смотрели Потому что Так надо Я думаю что вы усвоили Простейший рецепт Котлеток Судзу как я Они особенные Потому что есть в них тмин А соус вообще шикарный В нем есть корица и гвоздика Вот такая она греческая кухня Одно из блюд Я вам горячо рекомендую Его включить Вписать Втолкнуть В свой кулинарный репертуар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok